Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И мы сегодня с другом снимаем для вас заказ по 15 каталогу Фоберлик. Там много новинок, одежда, много всего интересного, как всегда на 50 баллов. Итак, поехали! Заказ в этот раз, девчонки, в пакетах. У меня в двух пакетах. Мне любезно на пункте выдачи разложили. Я попросила, потому что ездила опять с коляской, а сегодня дождь. И с коробкой было бы неудобно, совсем неудобно. Пакет хотя бы можно вниз убрать. Поэтому, да, вот так. Начнем, наверное, давайте с вами с бюстика. Начнем с вами с бюстика. Она мне все здесь хорошо упаковала, завязала. Доставка с вами у нас задержалась, у всех практически, да, ну, у кого я знаю, у всех. Доставка со среды перенеслась на четверг. Мы набираемся терпения, потому что в компании происходит глобальное изменение. Изменения к лучшему. Изменения, на самом деле, очень крутые, да, кто был на форуме, тот в курсе. Поэтому набираемся терпения. Я уверена, что сейчас все очень скоро отладится, да. Один день я готова потерпеть. Про биоси я молчу. Давайте начнем с вами с одежды. Я заказала бюстгалтер, флоранш. Я вам покажу все обязательно поближе. Это у нас фабризия, как-то так, 85С. Вы помните, во время беременности, я, кстати, сейчас в нем мега удобный, брала бюстик. Но он мне великовато касался, по-моему, 95С или 95Д я брала. Я поняла, что вот фаберлика, особенно во флоранже, у меня 85С. Так, бюстгалтер, особая поддержка, черный, артикул 502-194. Разработано в Швейцарии. Вот так выглядит этикеточка. В следующем каталоге тоже будут девчонки обязательно брать бельишко. Наверняка уже его полистали. Там много интересных комплектиков новых выходит. Мне очень нравится белье у фаберлик. Все, что я брала, все носится, все изумительного качества, поэтому почему бы да. Вот такая этикеточка. Размерный ряд. И вот как выглядит сам бюстгалтер. Он без поролона. Особая поддержка... Слушайте, мне кажется, мне 85Е можно было даже брать на мои маленькие. Особая поддержка, это подразумевает вот эту вот полосочку, которая вверху, чтобы у вас ничего, грубо говоря, не вываливалось. Да, я так понимаю. Да, тебе понравилось, Заяц? Мне тоже. Здесь вот такая красивая штучка с камешком посередине. Широкие достаточно лямки. То есть недостаточно, они реально широкие, они тянутся. Это тоже ценно. Вот эти узенькие уже. Сейчас покажу вам его поближе. И обязательно... Ой, смотрите, здесь даже вышито флоранш. Это вышивка, видите? Вот так. Класс. Красиво. А он без поролона, он абсолютно без поролона. Но мне это и не надо, хоть у меня грудь маленькая. Ну, я считаю, что маленькая. Мне кажется, мне можно брать даже не 85С, а как-то поменьше. Но я сейчас померю. Так, вроде мой размерчик. Сейчас посмотрим. Может быть, по чашечке окажется чуть-чуть великоват. Поехали дальше. Дальше я взяла перчатки, потому что мои куда-то все. Не растерялись. Артикул 600748. Перчатки из искусственной замши. Вот как выглядит этикеточка. Сейчас с вами распакуем, посмотрим. Мне понравились они в каталоге. Вот такие симпатичные. Действительно искусственная замша. Вот здесь вот такой ремешок с железочкой. С этикеточкой они фаберлик. Крючочек здесь даже есть. Сейчас все оторвем с вами. Да ты же мой сладкий. Да, конечно, дело. Так. Я взяла, по-моему, самый маленький размер и правильно сделала. Потому что перчатки у нас тоже по размерам. Я взяла... Нет, не самый маленький. Вот здесь не указано, девчонки. А, размер L. Состав 100% полиэстер. Мне прям идеальненько. Прям идеальненько. Хорошо. У меня руки небольшие. Смотрите, пальчик большой. Прям все село изумительно идеально. Классные перчаточки. Вот тут вот достаточно длинные под курточку. Здесь, кстати, резинка. Спереди. С другой стороны ее нет. Но они сами хорошо тянутся. Поэтому смело можно самый маленький размер брать. Классно. Мне нравится. Очень комфортно. И внутри такие мягенькие. А внутри как мех. Я вам тоже сейчас поближе их покажу. Теперь бюстик и перчатки. Вот такой вот бюстик. Смотрите, какая здесь красота. Вот так он выглядит. Такая здесь рюшечка. Скажем так. Вот здесь флоранж. И здесь флоранж на лямочках. Смотрите. Да? Застежка. Широкая лямка. Вот такой красивый бюстик. Все отлично. Да? Да. Сейчас примерю. Так. И перчаточки. Вот как выглядят. Вот перчатки. Замша. Действительно замша. Вот тут резиночка. Вот тут ее нет. И внутри, смотрите, такой легкий мех. Сейчас никак не покажу вам. Вот он. Видите? Внутри такой. Достаточно тепленький. У меня в заказе, как всегда, детская линейка. Теперь вы будете часто ее наблюдать. Четыре пачки салфеток. Из линейки Фаберлик Бэйби. Ноль плюс. Гипоаллергенные. Так, две. И еще две. Взяла в запас. В тот раз набрала много. И сейчас взяла. Салфетки классные. Их здесь 50 штук. Они отмывают здорово загрязнение. Кстати, я рассказываю из видео в видео постоянно. Мне просто девчонки как-то порекомендовали, что они лучше отмывают загрязнение, чем салфетки для выведения пятен. Действительно так. Я проверила. Сейчас покажу вам салфетку. Кто не знаком с ними, как она выглядит. Они очень хорошо пропитанные. Они снимают покраснение, какое-то раздражение на коже. Они большие. Они тянутся. У них самая мягкая ткань из всех салфеток, которые я когда-либо детские пробовала. Поэтому, конечно, всегда они в моем заказе теперь будут. В этом каталоге была заманчивая цена на систему Oxiology Carbox Therapy. Вы знаете, я ее очень люблю и пользуюсь ей регулярно. Мне нравится эффект. Кожа потом упругая, цвет выровнен, какая-то разглаженная. Я ее очень люблю, эту систему. Особенно третью ступень маску. У меня кожа ее просто съедает и становится после нее очень упругой. Здесь у нас первый и второй шаг в отдельной коробочке артикул 02-94. И в третьей коробочке отдельно у нас с вами масочка. То есть первый и второй шаг мы не можем по раздельности купить, только вместе. А маску можем. Это третий шаг, артикул 02-95. Классная серия. Всегда всем ее рекомендую и сама очень люблю. У меня есть даже отдельное видео именно про карбокситерапию. Так, девчонки. Ну так, как вы мне после видео о Галамарте, когда я взяла дешевую лопаточку с кисточкой, нахваливали фаберликовские, я не могла не взять и не сравнить. У меня очень много лопаточек от разных производителей. Вы говорили, что эти прям свои деньги оправдывают, что они великолепные и так далее. Я взяла именно вот такую. Мне вот этот формат удобен. Артикул 910-042. Силикон-нейлон, сделанных в Китае, естественно, как и все лопаточки в моем доме. У нас все сделано с вами в Китае, да? Сейчас посмотрим. Они у нас цельные, это я уже поняла, да? Они у нас цельные, мягкие, достаточно. Но ручку не согнешь твердо. Вот это гнется, гнется. Запаха никакого нет. Здесь написано «Фаберлик Хоу». Ну, красиво. Красиво, здорово, лаконично. И вроде вот эта вот острая штучка, надеюсь, ей блины будет удобно переворачивать. Допустим, блины, оладушки какие-нибудь. А так симпатичненько. Ну, качество как качество. У меня таких много на самом деле. Я не сказала бы, что это прям что-то вал. Не знаю, у меня пластиковых много, силиконовые есть. А вот такие литые у меня только пластиковые, не такие мягкие. Вот таких вот нет. Ну, хорошенько. Посмотрим, как прослужит. Посмотрим, как прослужит. Буду отзывы свои дополнять. Может быть, действительно тоже прям понравится вал. И наберу себе тоже набор целый. Пока классная. Классная такая большая, удобная, летая, здорово. Мыть будет, наверное, удобно. Но не считая вот этих вот прорезей, да? Но они достаточно крупные, поэтому тоже, наверное, будет удобно. Так, дальше. Что у нас тут, девчонки? Новиночки, по-моему. Да. Это у нас с вами пудра бронзер в шариках. Новая. Incredibles. Вот как. Фаберлик Incredibles. Красивая такая с блестками крышечка. Артикул. 30, ой, господи, 65-31. И это именно пудра бронзер я взяла, потому что румяна у меня есть. Хайлайтеров завались. Поэтому решила взять бронзер. Бронзера нет. Открываем. Что мы с вами видим? Здесь пуховка, которая прилипла к крышке. Вот такая вот она, как в пудрах. Знаете, раньше была такая в советские времена. Ну, в общем, губка. Губка, как в пудрах. И вот они шарики. Они все разного размера. И они все, ни одного цвета нет. Которые шарики покрупнее, они более коричневые. Которые шарики помельче, они больше как хайлайтер. Даже камеру видно. Видите, самые большие шарики, они темнее. Я вам покажу сейчас тоже все поближе. И сделаем с вами сводчи. Я предлагаю новинками всеми в следующем ролике сделать макияж. Как вам такая затея? Заодно посмотрите на тушь Фоберлик фест-класс в действии. Вот она у меня сейчас на ресничках. Так, как набирается? Потому что не все шарики хорошо набираются, я знаю. Но вроде неплохо. Маленькие шарики застревают в кисточке, а не совсем, потому что маленькие. Здесь вот надо быть поаккуратнее, не выпадает. На руке. Ну, я не знаю, для моей кожи, девчонки, это хайлайтер. Это не бронзер, честно. Он будет придавать сияние. Но отскульптурировать им лицо не получится точно. А вот сияние будет. Пахнет приятно, кстати. Еле уловимая такая какая-то одушка есть парфюмерная. Катюн, не подожди зеркало, пожалуйста. Маленькие шарики, совсем светлые, они совсем как хайлайтер. Спасибо. Сияние, да. Хотя нет, слегка и оттеночек, слушайте, есть. У меня просто уже нанесены румяшки. Бронзовое сияние, девчонки. Бронзовое сияние и легкий оттеночек, да. У нас с вами сияющая кожа сейчас в моде, поэтому такие новинки интересные. Бронзовое сияние. Сияние вроде равномерное. А есть именно вот блестки золотистые. Есть именно золотистые блестки. Вы просто сейчас не увидите однозначно. Я постараюсь видео макияжа снять вам при естественном освещении. Да, вот эти блестки золотистые. Перламутр и в основном золотистые. У меня нос весь прям золотой сейчас. Вся буду блестеть. Ну так вроде ничего. Не знаю, посмотрим потом. Просто сейчас румяный на лице. В следующем ролике с вами сделаем макияж и посмотрим. Следующая новинка. Взяла, хотя редко пользуюсь тональным кремом. Сейчас у меня кушон, когда нужно. И то не каждый день далеко. Но было интересно на самом деле. Тональное средство с сиянием. Глэм энд Гло. Вот так оно в коробочке приходит. Линейка Глэм Тим. Артикул 6546. Я взяла самый темный оттенок. По артикулу посмотрите тогда. Потому что у меня достаточно темная сейчас кожа. Еще загар пока есть. Вот такой флакон. Вот такой флакончик красивый. СПФ 25. Вот на что еще я повелась. Хотя зачем он уже нужен. Ну ладно. Открываем крышку. Что мы с вами видим? Вот такой вот носик дозатор. Крышка такая гуляет. Так, смотрим. Очень интересно. Ну оттенок мой хотя бы. Да, он знаете такой темно-бежевый. Покажу вам сводч. Вот камера его на коже различает. А так он мне хорошо подходит на самом деле. Где у нас здесь сияние? То есть шиммера здесь никакого нет. За счет чего сияние? Слушайте, а правда сияет. Я не пойму, с блестками что ли? Или это у меня руки уже просто в блестках? Нет, здесь никаких блесток нету. Эффект сияния даже не пойму за счет чего, девчонки. За счет вот текстуры такой. Он действительно есть. Но крем так пока по консистенции. Крем как крем. Как бы ничего особенного. Не могу понять за счет чего сияние. Одушка приятная. Вот как в кушоне Айсиул. Есть все-таки в составе, нет, есть светоотражающие частички, но мы их нашим глазом не видим. То есть вот я нанесла вот здесь, не видно, нет их. Они настолько мелкие, но они действительно светоотражающие. И вот я смотрю, от лампы они свет преломляют, отражают. Поэтому эффект сияния должен быть. Но эффект сияния это эффект здоровый, увлажненный, хорошая кожа. Потому что сухая кожа, это кожа нездоровая. Ну не то, что нездоровая, а сухую кожу всегда надо увлажнять. Если вот этот крем подходит для сухой кожи, то будет здорово. Сейчас покажу вам свотчик. Вот румяшки. Вот смотрите. Видите, большие шарики темнеете, вообще светлые, как хайлайтер. Сейчас попробую вам показать свотч. Вот видите. То есть это сияние. Контуринг, ну может получиться, не знаю пока. В следующем видео попробуем с вами. Вот она пуховочка. Такая вот губочка обычная. Крышечка вот такая красивая. Перенесла на руку. Видите блестки золотистые? То есть реально блестки. Их много. Очень много. Тональный крем. Вот он жирный свотч. А вот тут, девчонки, фокус. Он какую-то розовинку придает на руке. Сейчас выйду на естественное освещение. Вот при естественном освещении. Вот видите, он какую-то розоватость руке придает. Не могу понять, с чем это связано. Вот. Но вместе, вот выше этого жирного свотча, я тональный крем слегка подтушевала. Он какой-то коричнево-розовый оттенок. Не знаю, какой-то странный. Вот видите. В общем, будем наносить на лицо, смотреть. На руке он отличается, да? Он слегка темнее моей руки. Но камера вам почему-то упорно не передает в жизни вот это место, выше вот этой полосы. Оно реально с розовым отливом. Камера так не передает почему-то. В общем, будем смотреть. А сияние, видите, все-таки светоотражающие частички, они есть. Это видно, да? Вот так видно. Дальше у меня в заказике новинка еще одна. Это универсальное моющее средство. Мне очень нравилось прошлое. Это беру впервые, 302.17. Мне безумно нравилась отдушка, безумно нравится мыть полы. Здесь написано цветущая липа. Можно мыть полы, стены, натяжные потолки, оконные рамы, другие мощности поверхности. Не требует смывания. Это тоже очень важно, особенно, когда у вас есть в доме животные. И вот такая вот поющая мелочь. Прошлая отдушка мне напоминала почему-то свежескошенную траву. Прям вот здесь то же самое, да, свежая. Но здесь прям липа-липа. Я чувствую уже липу. Может, потому что знаю, что уже липа, чувствую липу. Свежесть вот этой цветущей липы, действительно. Ой, аромат обалденный. Все, буду брать его обязательно. Аромат обалденный. Но когда вот моешь полы, его практически нет. Он легкий-легкий. А вот из флакона пахнет хорошо. Пахло бы от полов так после мытья. Было бы вообще, цены бы ему не было. А так средство изумительно. Разводов не оставляет. Девчонки, кто не пробовал, берите смело. Аромат бомбозный. Взяла освежитель. Ой, кондиционер вот такой вот аргана. Он был по хорошей цене в этом каталоге. 118,54. Я его люблю за аромат. Развешиваешь белье на лоджии и аромат по всей квартире. Вот этот потрясающий аромат парфюма. Аромат классного парфюма. Он крутой. Дальше. Я взяла два подарочных набора. Они были у нас в разделе распродажа на нашей складе, по крайней мере. Я помню. Да, ты помнишь такое? Вот такие два. Один из них какой-то обошелся в 103 рубля, другой чуть подороже. Это уже со скидкой. То есть это копейки. Впереди праздники или у кого-то день рождения. Вот такой наборчик с собой в прихваточку как бы взял. И всегда есть под рукой. Поэтому взяла два, пусть будут. В следующем заказе, если будут еще, обязательно наборов таких наберу. 0,288. Мне кажется, наполнение у них одинаковое. Просто разная упаковка. 0,288. Вот такой вот. I love winter. И 0,494. Lovely moments. Мне кажется, кремы здесь одинаковые. По крайней мере... А, нет. Слушайте. Вот который. I love winter. Вот этот. Здесь бальзам для рук. Интенсивное восстановление. Крем для рук. Надежная защита. Крем для рук. Питание и смягчение. Какой-то из них дороже. Не помню. По 30 миллилитров здесь все. А здесь крем для рук. Первое интенсивное восстановление. Второй крем для рук. Надежная защита. Такой же, как здесь. В первом. И третий крем для рук. Питание и смягчение. Тоже, как здесь. То есть у них различается только первый продукт. Здесь крем для рук интенсивное восстановление. Здесь бальзам для рук интенсивное восстановление. Я посмотрела состав. Составы одинаковые. Все, девчонки. Набор одинаковый. Берите, который за 103 рубля самый дешевый. Составы одинаковые. Хотя здесь написано бальзам для рук. А здесь крем. Составы у них одинаковые абсолютно. Вот такие вот наборчики. Красивые. Порошок заказала. Хотя у меня в запасе еще два есть. Но сейчас опять вкусная цена была взяла в запас. В следующем патологии он уже дороже будет. Горную свежесть, по-моему. Да. Люблю горную свежесть. Альпийский луга. Порошок классный, безопасный после обновления. Хорошо отстирывает. Меня в нем все устраивает. Ни на что менять не собираюсь. Так. Артикул 323. Сделано в Германии. 800 грамм приравнивается к 2 килограммам. Гипоаллергены подходят. Астматикам. Поэтому, ну, для меня сейчас это идеально. И хорошо, что можно им тоже стирать детские вещи. Хотя здесь нет пометки 0+. Но я крестюшки стираю практически с рождения этим порошком. Я не беру уже детский гель. И ничего, и нигде, и никак. Все прекрасно. Так, дальше новинка. Хотела взять, девчонки, мыло жидкое, лайм и сорбет. Свою любимое. Я вам говорила даже в обзоре заказа. В момент заказа не было. Разобрали на складе. Артикул 2741. Здесь у нас с вами. Апельсиновая меренга. Да? Да, апельсиновая меренга. Здесь объем у нас 500 миллилитров. Удобненько разливать по баночкам будет. Тоже классно. Прям апельсинчик с небольшой сладинкой. Сочный такой сладкий апельсин. Прям созревший. Классно, смотрите, какое оно яркое. Хотя упаковка у нас с вами раньше. Нет, упаковка прозрачная. Это такое яркое мыло. Класс. Пахнет вкусненько. Здорово. Дальше. Конечно же, кетчуп в который раз уже. Он у нас так быстро съедается. Невозможно. Из помидоров черри. Вся семья его любит, потому что он вкусный, сладкий. Очень вкусный. Здесь 280 грамм. Артикул 160-50. Помидоры черри. Нет сахара. Сахар-заменитель здесь какой-то. И он безумно вкусный и сладкий. Очень быстро мы его съедаем. Так, что это у меня? А, девчонки, пробник новой парфюмерной водички. Мужской. Блокбастер. Артикул пробника 340-04. Я взяла потестировать. Если понравится, мужу закажу. А, уже прикольненько. Слушайте. Цитрус какой-то откуда-то. Я не буду читать в каталоге описания. Я его не читала. Я всегда передаю свои ощущения. Вот здесь, из пробника, когда льешь на руку, парфюм не бьет в нос спиртом. А в бясе бьет. Как вы его не прям. Цитрус, свежесть, сладость, древесность и ментол какой-то параллельно. Вода классная. Я бы даже, вот знаете, кто и фраше воды мужские покупал, вот больше туда. Это нетипичный фаберлик. Классная водичка. Молодцы, наконец-то фаберлики стали делать достойные парфюмы. Слушайте, мне нравится. Мне реально нравится. И мне кажется, он будет достаточно стойкий. Но все равно, по первым впечатлениям, как-то видно, да? Яркие ноты очень. Он потихоньку раскрывается, исчезает ментол. Нет, хотя он остается. Древесность исчезает. Он становится немножко мягче. Вкусный, вкусный, девчонки, вкусный, дорогой аромат, действительно. Вкусный, дорогой, многогранный аромат. Сразу чувствуется несколько нот, и они очень насыщенные. Мне очень нравится. Я бы себе такой взяла. Но здесь не сказать, что оно не секс, потому что есть прям какие-то такие мужские нотки, шипровые слегка. Хотя я не очень люблю шипровые нотки в парфюме. Здесь все так завуалировано и так вкусно звучит. Мне очень понравилось. Балдею. Мужу дам на затест. Если понравится, конечно, закажу с удовольствием. Еще из детской линейки взяла крем. Вот этот. Мне нравится и самой ручки им мазать. И мгновенно снимает покраснение с кожи у Крестюшки. И Ксюшки, щечки я им зимой смазываю. Крем великолепный. Артикул 1.645 с депантенолом. Потрясающий крем. Леденький такой, хорошенький. Никаких аллергий, ничего. Кофе. Не хотела брать, но взяла, потому что у меня в запасе в зернах много. Но так как я не пробовала еще день, я решила взять, попробовать день. Потому что утром мне показалось горьковатым. С молоком нормально, а так горьковатым. И цена была нормальная в этом каталоге со скидкой. Поэтому взяла артикул 160.49. И он у нас немножко должен быть полегче, нежели утро. Но так, насыщенный очень из баночки. Будем в следующем видео с вами пить. Обязательно его тоже. Кофе хороший. Но вот по такой цене еще со скидкой нормально более-менее брать. Но когда по обычной цене, не, дороговато за банку кофе. Взяла себе девчонки Гипполайта десерт-желе. Я уже пропивала как-то курс. Здесь мелисса, семена расторопша, календула и имбирь. И продукт заявлен в каталоге как профилактика аллергических заболеваний. Но я его не с этой целью пила. Я пропивала, проедала, пропивала. Сейчас покажу вам. С целью улучшения работы ЖКТ. Потому что вот мелисса, семена расторопша, это все хорошо влияет на функцию желудочно-кишечного тракта. У кого есть гастриты, язвы и так далее, и жоги. У меня ни гастрита, ни язвы нет, но периодически бывает и жог, слава богу, давно не было. Поэтому вот я брала тогда, давно еще с этой целью. Так, артикул 157.31. Состав. Вода, подсластители, изомальты, нулиность, цикория. Цикория очень полезна тоже. Загуститель, глицерин, регулятор кислотности, лимонная кислота. Экстракты. Трава, мелиса, семена расторопша, кукурузных, рейлиц, календула, имбиря, загустители, ароматизатор, лимон, консерванты, бензоат, натрия. Открываю. Здесь 20 вот таких стиков. И там внутри желе по 5 мл. По одному в день мы пьем, если я не... Один-две порции в день. Но я по одной пила на 20 дней. Стик у нас с вами вот так открывается, он уже надрезан. Ой, полезло желе. Оно вкусненькое. И вот такое вот, видите, как слегка оранжевое, видите? Такое вот. Мне так нравится. С кислиночкой. Вкусненькое желе. Его просто вкусно есть. На самом деле, девчонки. Вот. Поэтому сегодня приняла. 20 дней буду пить. Вообще обожаю Баду Фаберлик. Я сейчас, знаете, что пью? Секреты Востока. Уже неделю. Я могу сказать, что через несколько дней начала почему-то себя чувствовать лучше, бодрее, энергии больше. Хотя за окном серость, деши и так далее. Но об этом я вам расскажу потом, когда пропью уже в пустых баночках. Свои впечатления. Поехали дальше. Еще новинки. Два вот таких бальзама. Оттеночных. Они у нас уже были, но в другом формате. Я взяла в оттенке, по-моему, светло-розовый, как-то так. Артикул 407-66 и бежевый. Вот они у меня все были, но в старом формате они мне по факту сушили губы. Решила взять вот эти, новые испытать. Один Ксюша розовый, бежевый себе. И второй бежевый 407-67 артикул. Сейчас мы с вами их вскроем. Как всегда, этикеткой заклеены. И чтобы подобраться к продукту, нужно постараться. А этикетка у нас такая большая. Сразу не отклеивается. Просводчим. Но, скорее всего, оттенки остались теми же. Перевыписк может формулу лучше или напитали чем-то. Здесь на этикетке, кстати, состав есть довольно крупный. Бежевый. Вот так они выглядят. Он дает, знаете, на руке сводч вы не увидите. Бальзам и бальзам как бы, да? А на губах он дает такой красивый ферламутровый оттенок. Слегка выбеливая губы. Она, по крайней мере, прошлая версия. Сейчас помаду сотру. Всегда, когда салфетку вам распаковывать заказе, она всегда пригождается. Так, бежевый. Видите? Слегка выбеливает губы. Но у меня татуаж, поэтому на моих губах на камеру выглядит розовым. А в зеркало, ну да, с розовенцой, потому что у меня такой татуаж. То есть, по факту, видите, вы, да, что губы выбеливает. Вот именно вот этот бежевый оттенок. У него есть оттенок. Он такой интересный, красивый. На обычных губах без татуажа он будет слегка бежевый. Такой с перламутра. Красивые бальзамчики. Так, и розовый сейчас с вами попробую. Тоже пока этикеточку отдерешь. Розовый, скорее всего, я Ксюша отдам. Пусть я в кармашек положат, потому что холодно. Уже сейчас губки будут обветриваться. Пусть в кармашек себе положат и мажется. Вот он розовый какой. На сводче. На сводче они не отличаются. Розовый слегка дает розовинку. Я вам покажу сейчас поближе. Обежевый дает перламутр такой на сводче. Тоже слегка выбеливает губы. Я взяла оба таких светлых оттенка специально. Красивый. Пока такой, знаете, масляный, питательный. Вроде легкая текстура. Ну, вот сейчас до конца видео на губах будет. И посмотрим. Съесть, не съесть, впитается, не впитается. Так, сейчас покажу сводче. Вот они сводчи на блеске. То есть, вот который ближе сюда, ниже который. Это бежевый, вверху розовый. Видите? Но все-таки они отличаются, да? Вот так отличаются. Он какой-то бежевый такой молочный. Выбеленный придает оттенок. А розовенький, вот он все-таки с розовинкой. Вот сводчи бальзамчиков при естественном освещении. И вот у нас с вами бронзер при естественном освещении. Много блесток. У меня от Ифраши есть такой бронзер. Там реально вот блестки. Еще у меня в заказе два вот таких карандаша пятновыводителя. У меня их попросила заказать соседка. Она их очень любит. Кто их пробовал, любит их все. Выводит даже застарелые пятна. Артикул 1152. Только надо аккуратнее с ними работать с деликатными тканями. В этом каталоге хорошая цена. При покупке двух срабатывали желтые ценники. Продукты действительно универсальны. Действительно выводят любые пятна. Я вывела пятно им на кофте, которому было 10 лет. Так что вот так здесь все. Слушайте, по-моему, все. Да, мои хорошие, все. Каталог новый. Потрясающий. Я его уже листала в интернете. Он просто потрясающий. Здесь у нас уже каталоги толстенные. Здесь невероятное количество страниц. Работать, не переработать для консультанта. Материала много. И подарок за регистрацию будет портужор. А в этом каталоге у нас с вами подарок за регистрацию. Палеточка. Помада должна была быть, но ее нету, сказали на складе. Будет палетка тиней на выбор. Да, поэтому кто не зарегистрирован, подарок, в принципе, хороший, достойный. Ссылочка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем с вами общаться. Я надеюсь, заказ, обзор заказа был вам интересен и полезен. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а я вас всех, мои хорошие, люблю, целую. Всем пока-пока. Помадка, кстати, впитывается. Пока все комфортно. В следующем видео будем с вами тестировать все подробно.